Наблюдается аномальная жара. Здесь играют роль два фактора. Многие злоупотребляют кондиционером. Не повод от него отказываться. Подышать на это варёной картошкой. Нет, нет, нет. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. 17 июля отмечается Международный день кондиционера. В некоторых источниках этот праздник называют как День рождения кондиционера. Нам не важно вообще, как именует этот день. Сегодня мы поговорим именно про виновника торжества. Тем более, эта тема сейчас актуальна. У нас в Воронеже наблюдается аномальная жара. Многие злоупотребляют кондиционером. Он работает дома, в офисах, в уличном транспорте. Можно ли подхватить насморк, сидя под кондиционером? Конечно. Велика вероятность заболеть, находясь под потоком кондиционированного воздуха. Здесь играют роль два решающих фактора. Это температура и влажность кондиционированного воздуха. То есть снижение температуры резкое приводит к снижению местного иммунитета. Подрывает собственные защитные силы организма. А низкая влажность кондиционированного воздуха подсушивает слизистую. Снижается также защитное свойство омерцательного эпителия. Поэтому слизистая при воздействии в совокупности этих факторов снижает свои защитные свойства. Становится более уязвимой для респираторных вирусов. Если человек хочет спрятаться от жары и хочет включить кондиционер? Ну, все минусы кондиционера. Не повод от него отказываться. В любом случае просто соблюдать необходимые некоторые правила. То есть не находиться под струей воздуха, под потоком непосредственно. Поддерживать оптимальную влажность в помещении. И оптимальную температуру устанавливать. То есть в пределах 20-22 градусов. А вентилятор имеет тот же эффект, что и кондиционер? Нет, абсолютно нет. Вентилятор просто переносит сухой воздух, также теплый, в помещение. То есть он не охлаждает. Любой ли источник холода может вызвать насморк? Ну, сам по себе холод, понижение температуры окружающей среды заболеваний не вызывает. Важно понимать, что насморк и ОРВИ в целом, да, те болезни, которые ринитами сопровождаются, они вызываются инфекционными агентами. То есть это либо вирус, в большинстве процентов случаев, либо бактериальная инфекция. Тут мы уже имеем дело чаще с осложнениями. А холодный воздух, он только провоцирует развитие заболеваний ввиду того, что снижает защитные функции наших слизистых верхних дыхательных путей. А давайте представим, вот человек посидел под кондиционером, заработал себе насморк. С чего начать лечение в первый день? Желательно не бездействовать, да, конечно, на самотек пускать этот процесс нельзя. И до того, как вы обратитесь к врачу, желательно начать хотя бы с промывания гипертоническими растворами стерильными морской воды. В целом все наши манипуляции, все меры будут направлены на снятие симптоматики, так как большинство респираторных острых заболеваний, они вызываются вирусами. То есть в целом нам нужно обеспечить покой организму, согревание и обильное тёплое питьё с целью уменьшения интоксикации. А капли в каком случае стоит начать употреблять? С каплями вопрос несколько сложнее стоит, потому что на российском фармрымке огромный перечень назальных средств представлен. Это и антибактериальные, и сосудосуживающие препараты, и гормональные, и комбинированные. И у каждого препарата есть свои как показания, так и противопоказания. И желательно, конечно, режим дозирования, курс лечения, длительность курса подбирать с врачом. С учётом возраста, сопутствующей патологии, наличие или отсутствие осложнений, с учётом стадии заболевания в конце концов. Промывание морскими растворами даёт ли положительный эффект? Да, достаточно неплохой эффект. В качестве вспомогательной терапии чаще всего при ОРВИ, которые сопровождаются насморком, отёчностью полости носа, используются гипертонические растворы для промывания. Во-первых, они работают по осматическому принципу, то есть они противотёчные действия оказывают. Это раз. Во-вторых, при промывании механически удаляется всё патологическое отделяемое из носовых ходов, то есть гной, слизь, да, всё, что у нас там есть. И сам по себе химический состав морской воды, он благоприятно воздействует на восстановление слизистой минеральной состав воды. А как вообще медики относятся к таким вот бабушкиным методам, когда, знаете, там советуют, особенно с большевого поколения, советуют подышать над варёной картошкой, над луком, даже сок чеснока закапывать. Нет-нет-нет, никаких закапываний лука, чеснока, мёда, лимонного сока, растительного масла и всё это в различных сочетаниях дышания над картошкой нельзя, потому что кроме осложнений ничего это не вызовет должного эффекта. Это не возымеет само собой. Вот тут главное хоть бы и осложнение не подходит. Как понять, что насморк затянулся и следует обратиться к врачу? Ну, сам по себе насморк не столько опасен, как опасны его осложнения. В первую очередь это синуситы или риносинуситы, воспаление околоносовых пазух. Если вы отмечаете температуру выше 38, то есть выше субфибрильных значений, если появляется интенсивная головная боль или чувство распирания в области лба, верхней челюсти, подглазничная область, либо переносица, если в течение пресловутых 7 дней, за которые насморк, как нам обещают, пройдет 7-10 дней, наблюдаем за собой, если состояние значительно не улучшается субъективно или симптоматика только нарастает, то, конечно, это повод посетить специалиста. Может ли насморк перерасти в стадию хроническую? Может перерасти. Здесь в первую очередь играют роль анатомические особенности дыхательных путей. Чаще всего это главный такой предрасполагающий фактор к хронизации процесса. Ну и длительный нелеченый процесс тоже может к хронизации привести. А хронический насморк, он передается по наследству? Нет, конечно, это приобретенная патология. Какие современные методы лор-диагностики появились за последнее время? Ну, в данный момент спектр диагностических мероприятий довольно-таки обширен. То есть помимо стандартного инструментального осмотра, мы используем лучевые методы диагностики по показаниям. Это рентген, компьютерная томография, как более информативный, более точный метод. Ультразвуковое исследование при наличии противопоказаний к методам лучевой терапии. Ну и, конечно, золотым стандартом является эндоскопическое исследование. Мы используем как жесткие эндоскопы, так и гибкие эндоскопы или фиброскопы, как называются. Последнее комфортное при проведении исследований даже для самых маленьких пациентов, для деток, ввиду того, что сам по себе эндоскоп представляет собой тоненькую трубочку. Она гибкая, достаточно мягкая, и никаких неприятных ощущений при прохождении носовых ходов, носоглотки вплоть до преддверия гортания не вызывает. То есть это безболезненная процедура? Абсолютно. Длительной подготовки никакой не требуется особой, а информативность достаточно высока. То есть мы в высоком разрешении можем увидеть анатомические особенности строения органов и интенсивность воспалительного патологического процесса. С какими жалобами чаще всего в Воронежце обращаются к лор-специалисту в летний сезон? Ну, летом чаще всего, конечно, обращаются с наружными отитами. То есть это после купания в водоемах, особенно открытых, в бассейнах, где достаточно много патогенной флоры. После того же самого длительного пребывания под кондиционером, после местного переохлаждения, средние отиты тоже часто встречаются летом. Но это чаще после, ну как осложнение, после перенесенного воспалительного процесса в носу или в носоглотки. Ну и ринит, и риносинусит, и опять же переохлаждение, и бактериальная флора, и вирусная флора играет свою роль. Спасибо. 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 Спасибо.